всем привет дорогие друзья хочу обратиться сейчас к аудитории которая пытается смотреть нас на ютюбе дело в том что не можем мы выйти в эфир на ютюбе поэтому мы сейчас только в контакте но после вот этого вот эфира я думаю мы видео запись перезальем на основной канал youtube потому что у меня от огромное количество компьютерщиков уже шутшит не получается я не понимаю почему не получается а мне уже просто стыдно перед своим гостем который 26 минут просто так сидит ждет не уже стыдно ему в глаза смотреть сергей удальцов привет сереж прости пожалуйста вот но мы с пониманием относимся понятно сейчас эксперименты в интернете продолжается может быть уже власти готовится к новой мировой войне тренирует возможности блокировки интернета последнее время много сбоев стало поэтому без проблем рад приветствовать давайте общаться конечно как реальная журналистика и еще раз извините за опоздание начиная буквально сегодня прочитал такую потрясающую на не сегодня вчера или позавчера в подмосковье родился ребенок ребенка назвали путин путислав сужен я не знаю как это комментировать взрослые люди назвали своего ребенка путислав это видимо уже какой-то диагноз путислав головного мозга мне правда не не ничего сказать вот если тот сереж может у вас какие-то ассоциации возникнут что вы думаете по этому поводу я бы если сказать серьезно за 30 лет вот эти все квакханалии рыночных капиталистических либеральных как угодно назовите по после распада советского союза огромное количество людей просто ну как сказать у них планку сорвало от тяжелой жизни от вот этой бесконечной гонки на выживание просто крыша едет я тоже повседневной жизни встречая людей ну видно у них кукушка-то свистит конкретно может употребляет кто-то что тогда таких тоже людей сейчас много которые под препаратами живут ну и называют детей кому как голову сбредет кто-то люцифером называет кто-то виде путь из путин славом но больные люди если так выразиться если честно по-другому и не скажешь лечить надо многих порядок наводить в социальной сфере в медицине многие же ходят действительно пограничном состоянии а потом мы удивляемся что стрельба начинается где-то какие-то маньяки так вот потихонечку люди доходят до ручки в целом это признаки нездоровья социального нездоровья общества и тут можно конечно посмеяться с одной стороны а с другой стороны это печально таких людей не совсем адекватных все больше становится еще виктор цой пел об этом 30 лет назад но сейчас я думаю ситуация гораздо хуже поэтому путин слава это еще не самое худшее что может произойти с россией поэтому в целом нездоровье наблюдается и надо многое менять о чем я думаю мы и поговорим а еще одна тоже новость которая лично меня зацепила и мне конечно же я не могу не хотела вообще даже просто интервью записать а потом подумал что наверное на стриме об этом спрошу а буквально на днях высказался господин медведев который помимо того что является председателем правительства российской федерации он является ведь еще и председателем партии единая россия так вот медведев выдал слушайте ну такой анекдотичную вещь он сказал ребят давайте увольнять чиновников да с формулировкой что они потеряли доверие партии единая россия меня глаз начал дергаться если честно потому что что при чем тут партия единая россия партия единая россия это не президент это не премьер-министр это просто одна из многих-многих-многих партий которые есть сегодня в нашей стране какое отношение эта партия да и имеет почему чиновник какой-то который не обязательно состоит в этой партии должен заслуживать у нее доверие его уволят с формулировкой да потерял доверие единой россии но это анекдотично уже по сети ходит такой мем я долго прикалывался вы уволены потому что потеряли доверие партии единая россия так я не состою в партии вот поэтому и уволены слышали не слышали какой была ваша реакция или сейчас услышали ну в целом и от господина медведева разве впервые слышим подобные перлы дон регулярно нас чем-то радует какими-то мемами да такими выражениями типа денег нет но вы держитесь на которые входят в лексикон уже как как издевка какая-то как как шутка как анекдот но это и есть кредо дмитрия медведева посадит по крайней мере с тех пор как он четко обозначил что ни на что больше не претендует как быть просто преемником при путине верным так сказать преданным куда его направят там премьер-министром в общем обслуживать большого брата своего старшего владимир владимирович это уже превратился действительно такого определенного клоуна политического до вечную хромую утку на что-то больше он не претендует поэтому порой отмораживается да может быть может быть у него такой склад ума может быть он сам уже там глумится надо всеми до глубине души сложно сказать но действительно вот там мысль о том что надо губернатор раму и очень много больше он не малого проверять на лояльность единой россии да 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 просто это же слышно да слышно прекрасно потрясающе слышишь вот то конечно это очень странная инициатива потому что сама партия единой россии уже и народ мягко говоря не сильно доверяет вот поэтому наверно на сначала надо бы восстановить доверие к единой россии если это еще возможно но это задача как раз медведева как лидера партии а когда у самой партии рейтинг ниже плинтуса и только бесконечными там фальсификациями отсечением конкурентов еще как-то на выборах их вытягивают а в крупных городах уже не могут вытянуть они уже прячутся под самовыдвиженцы в москве это было особо видно да и в других городах то как тут можно вообще говорить о том что единая россия будет фильтровать чиновников по принципу доверие или недоверие то есть медведев живет в своем параллельном мире своем воспаленном сознании может он так глумится над нами издевается мы не знаем он человек вообще такой своеобразный но никто серьезно уже к медведеву то не относится поэтому его инициатива это сродни тому как новая инициатива жириновского или новая инициатива там милонова какого-нибудь или новая инициатива ксении собчак примерно из одного уровня человек отмораживается власти в тому же путину в принципе нашим крупнейшим олигархам всему-то с кремлевскому клану принципе удобно что такой человек на посту премьер-министра как некий громотвор всегда можно списать на него есть что-то серьезное там случится как на на дурачка такого деревенского поэтому целом вот у меня уже давно к медведев именно такое отношение потому что извините в 2011 году я сейчас не говорю там хорошо это или плохо для страны было бы да но не был шанс реально взять на себя все полномочия пойти на второй срок показать что он самостоятельный политик он этого не сделал я думаю с тех пор к нему уже мало кто всерьез относится поэтому ждите новых от него бредовых инициатив но это не значит что они реализуются что серьезно относятся там к тому другому к третьему к пятому политику мы видим что продолжают люди смотреть поддерживать этих политиков продолжают писать какие-то глупости буквально сегодня проходила какая-то информация о том что недавно да все мы помним прошлую неделю когда народ возмущался что простили африке в очередной раз там какую-то кучу денег там сейчас 20 по моему до миллиардов или поправьте меня если я ошибаюсь верче кучу денег простили тут путин народ возмущался целую неделю и тут путин вдруг заявил что ребят мы поможем братской сербии с учи чем они там о чем-то договорились учить это президент сербии нынешней по поводу вложения денег сербский газопровод то есть мы свои полтора миллиарда долларов вложим в развитие газопровода в братской республике сербия да народ опять начал возмущаться но вот я читал комментарии буквально перед эфиром что пишут огромное количество все равно людей сидят и пишут вы дураки вы ничего не понимаете это же вложение это же инвестиции мы же страна потом на этом будем зарабатывать поэтому всю правильно дядька вовка то делает то есть вот у меня такое ощущение что тех кто действительно понимает что происходит их по пальцам причем даже на одной руке можно пересчитать или я ошибаюсь нет но определенная такой психическое нездоровье народа она опять же надо понимать выгодно правящему классу поэтому во многом и формируется такая среда абсурдная во многом и дядь идиотизма полным полно всяких нелепых инициатив но ведь это не случайно специального людей формируется мнение что вообще политическое пространство это какая-то шизофрения что вообще лучше политику не лезть потому что там идиот на идиоте сидит и кажется идиотом погоняет это я думаю продуманная политика и медведево всей этой инициативы и давно бы могли сказать медведеву там вызвать куда надо там тому же старшему брату путину и владел ладьяч мог ему развести дмитрий анатольевич давайте там за базаром следи мы тебе будем просто вот писать тексты ты говоришь что надо себя тем никакой не должно быть но это уже не происходит принципе всем удобно принципе всем удобно чтоб такой идиотизм присутствовал и у людей была каша в голове и интернет пространство сознательно наводняется всяким противоречивыми теориями и инициативами куча ботов работает просто-напросто до то чтобы высказывать параллельно противоположные высказывать то есть одни топит за одно тут же другие топит против этого и создается у людей ощущение вообще полной неразберихи а так как уровень образования потихоньку падает клиповое мышление присутствует нашем обществе особенно среди молодежи то это очень удобно можно вообще создать ощущение что вообще все кругом какие-то полоумные идиоты выдвигают безумные инициативы власти сами так сказать сами себе противоречат то прощает долги дату потом значит давай кому-то в долг при этом непонятно совершенно как это позитивно отразится на жизни простого гражданина то что никак не отразится это отразится только на сказать крупном капитале на наших олигархических структурах которые получат какие-то контракты зайдут в те или иные проекты за них можно радоваться но народу приход с этого будет на копейку бюджет что-то получит безусловно но это будет далеко не равноценная замена тому что прощено исписано поэтому вы понимаете все это делается искусственно чтобы на этом фоне тот же путин смотрелся как бы презентабельно чтобы на этом фоне можно было и дальше протаскивать или иные очень опасные антисоциальные инициативы просто пользуюсь тем что люди уже плюнут на все махнут рукой и скажут что в этой каше в этом бардаке им уже разбираться ну просто кому-то лень кому-то кто-то не видит в этом смысла так что вот эта ситуация определенного информационного хаоса безумных всяких инициатив и прочее я думаю это сознательная политика которая курируется определенными центрами в администрации президента и в других силовыми структурами и прочее поэтому я не думаю что это все делается случайно это искусственно формируется такое вот сознание у современного российского гражданина если коснуться темы списание долгов но так вы понимаете почему многие одобрят я знаю кто искренне одобряет живы еще такие имперские настроения еще советских времен когда была мощная страна мы тоже поддерживали там все страны африки азии там расширяли соцлагерь ну тогда по крайней мере было идеологический подоплек тогда была некая логика и в каких-то случаях может быть это было и оправданно хотя конечно объем кредитования иностранных режимов по принципу лояльности конечно зашкаливал и многие просто этим пользовались как только деньги переставали тяне тут же переобувались там из сторонников социализма превращались сторонников капитализма в один момент такие примеры нам известны ну вот у многих такие вот ностальгические ощущения что вот тогда советский союз влиял кому-то деньги давал кому-то что-то прощал и вот сейчас россия опять становится такой якобы могучий что мы можем влиять на процесс но это конечно большая иллюзия потому что еще раз повторюсь сегодня если раньше выгода приобретателям этих процессов так или иначе все равно становилось все население после была другая организация экономики то сегодня выгода приобретатели это очень узкая группа людей да это вот эти компании которые будут заходить в африку с контрактами условно роса там уралхим и прочее даже госкомпании все равно это государство в государстве который многие деньги расходуют не целевым образом это бюджета далеко не все доходит что должно доходить поэтому вот в этом главный подоплек иногда конечно долги можно простить с какой-нибудь африканской страны наверное получать выбивать эти миллиарды это можно еще там 20-30 лет или что там идти воевать с ними просто вопрос кому выгодно выгодно это сегодня узкому меньшинству в интерес который в принципе вся путинская команда уже 20 лет и работает не на смотрите одно дело да это понятно что выгодно всегда какому-то узкому кругу людей не бывает так что выгодно все всегда в любой ситуации даже в бытовой всегда выгодно какому-то одному в семье тоже если что-то происходит основной выгоды приобретатель всегда один член семьи другой но мирится с этим но тем не менее я то хочу понять что происходит с нашим народом да вы как политик вы многие годы занимаетесь политикой вы пережили уже не одну эпоху я имею ввиду эпоху то мы все переживаем одно и то же путинизм да которая началась 20 лет назад и никак не закончится но даже вот этот самый путинизм он менялся так время от времени он постоянно видоизменялся это сегодня он превратился в какой-то такой кошмар топорные страшные ужасные когда нас обирают обворовывают уже в наглую до до этого все равно старались как-то ну вот лавировать вот эти вот люди вот эти вот чиновники делать вид на что они все равно что-то стараются сделать для народа даже когда они набивали свои карманы в начале 90-х проводя обычные рейдерские захваты отбирая у тех самых олигархов до которые в 90-е годы по беспределу что-то там прихватили а в нулевые годы происходило только то же самое только этим уже занимались люди из команды действующего режима да то есть вы пережили несколько вот этих вот разновидностей скажем так путинской эпохи и все равно вы так и успели и пострадать там за свои убеждения в том числе и тем не менее вы все равно каким-то образом умудряетесь ориентироваться да вот с вами можно если мы с вами говорили там год назад о ситуации что происходит год назад вы в общем были в теме там два года назад когда вы вышли из мест лишения свободы да казалось бы человек 6 лет был там почти 6 оторван от происходящего в стране вы все равно были в теме вы сегодня мы говорим о сегодняшних событиях вы опять теме а у нас люди все подавляющее большинство людей почему-то живут до сих пор где-то там кто-то там какими-то имперскими временами дореволюционными я имею ввиду двадцатого века кто-то еще находится в нулевых кто-то уже в сказочном прекрасной россии будущего навального вот есть какой-то рецепт как вытащить оттуда народ то вот из этого морока да морок от слова обморачивание одурачивание так скажем или вы все равно как паба человек публичный все равно периодически задаете себе эти вопросы перед там публичными выступлениями может дома стоя у зеркала там процессе бритья скажем так нет но тенденции мы наблюдаем все последние годы безусловно одни и те же просто медленно идет россия вообще такая страна мы конечно не эстонцы там из анекдотов или кто там финны которые очень сильно тормозят да но россия тоже не самая быстрая страна мы не какие-то там бразильцы карнавальные там африканцы которые пляшут целыми днями страна большая климат холодноватый зимы долгие ночи тоже темные поэтому наш народ он вообще такой сами знаете долго запрягает быстро едет вот пока мы все в стадии запряжения находимся вот ну по моим ощущениям все-таки скоро поедем я конечно не хочу там с точностью до дня недели там и месяца определять когда этот процесс произойдет но накапливается накапливается потихонечку ретичные критическая масса того самого активного меньшинства населения которые во все времена и двигала историческими процессами потому что большинство это вообще во всем мире особенно в россии большинство будет всегда ждать когда за них кто-то что-то сделает или путин и другой там царь-батюшка или какая-то оппозиция какие-то лидеры которые вот накопят критическую массу сторонников и сдвинут эту ситуацию с мертвой точки вот по моим ощущениям вот этот пресловутый транзит власти который планируется на ближайшие годы и должен завершиться в двадцать четвертом году ну по планам кремля вот этот период скорее всего и станет моментом когда катализируются все процессы и мы можем сможем увидеть действительно русский народ во всей его красе во всей мощи там русский бунт ну надеюсь он не будет бессмысленный а беспощадный скорее всего будет потому что но сегодня четко видно что вот это противоречие между верхами и низами классическая предыдущая формируется революционная ситуация она усиливается почему процесс затянут потому что есть во-первых деньги как это не парадоксально сколько бы не говорил медведев там денег нет но вы держите за посмотрите на наши бюджеты последних лет на проект бюджета на ближайшие три года это профицитные бюджеты формируется колоссальная подушка безопасности вместо того чтобы вкладывать эти деньги в реальное производство новые рабочие места и в рост зарплаты пенсий что характерно да но тем не менее деньги есть и какие-то крохи все-таки людям подкидывают поэтому периодически мы видим там минимальный размер оплаты с 1 января будет опять увеличен какие-то там пособия периодически увеличивают это конечно капля в море это не те объемы которые нужны но отчасти за счет этого еще у кого-то поддерживается иллюзия что власть все-таки что-то делает вот в крупных городах да и повыше уровень доходов да но в то же время мы же понимаем как раз люди более сытые более образованные с хорошими зарплатами они более опасны для власти поэтому тут они сами сталкиваются с противоречием всю страну они держат полуголодном состоянии чтобы люди выживали когда ты выживаешь когда ты думаешь только как завтра копейку заработать и как не потерять работу политикой меньше желание заниматься да и просто времени а в городах крупных они попадают в ловушку власти потому что с одной стороны здесь нужно поддерживать повыше уровень жизни иначе здесь будут социальные протесты социальный протест можно не заметить в каком-нибудь там улан-удэ условно говоря или кемерово или еще каком-то далеком городе но социальный протест москве или питер это будет для них катастрофа поэтому здесь приходится конечно более высокий уровень жизни поддерживать а соответственно здесь больше политизированных людей мы прекрасно видим что все последние годы да те же болотные протесты все концентрировалось в основном столице москва питер там екатеринбург новосибирск вот такие города и события то будут решающие здесь происходить не ни в коем случае не 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 хочу обидеть никакой российский город никакой региону все понимают сегодня все смотрят на центр на москву так было во все времена кстати и ожидать что у нас какая-то в революция антипутинской начнется хабаровский или там новосибирске том же можно но это маловероятно они поддержат или не поддержат том или ином объеме села смотрят все сюда а здесь как показали те же летние протесты уже велика масса людей критически настроены которые готовы даже не по самым вроде бы глобальным темам как там регистрация тех или иных кандидатов на выборах мозгурдуму выходить другое дело что оппозиция пока до сих пор сколько мы не призываем и я в частности к созданию какой-то координационной структуры как было в двенадцатом том же году пока раздроблено но если представить что мы соединимся все-таки в некую коалицию это страшный сон для власти поэтому я думаю что ближайшие годы все-таки это спячка закончится и будет два сценария или сценарий когда власти под давлением населения придется идти на серьезнейшие реформы и чистки в своих рядах или же будет классический революционный сценарий в том или ином формате когда просто напросто действующая власть политическая будет демонтирована пройдут досрочные выборы и будет сформирована новая правящая так сказать группа это уже вопрос кто здесь сможет добиться большего успеха кто сможет больше сторонников привлечь но вот этот сценарий мне кажется более вероятным потому что сверху меняться команда путина но она уже по моему не способна потому что после провала на прошлом на прошлогодних выборах в регионах не очень хороших результатах в этом году очевидно что нужны новые какие-то смыслы новые реформы что-то нужно предъявить обществу мы пока ничего не видим потому что сверху меняться им только меняться в одно место переезжать тюрьму потому что есть уголовная статья насильственное удержание власти и в общем все те кто подтасовывали результаты выборов рано или поздно если они сейчас откажутся им прямая дорога на скамью подсудимых потому что прямое нарушение закона чтобы закончить тему по поводу нашего народа населения вот вы знаете я не разделяю ваш оптимизм по поводу что да протестная волна нарастает и сейчас объясню почему на очень понятном примере дело в том что наша съемочная группа мой коллега корреспондент вот несколько дней назад но не не по полторы недели назад приехал из архангельской области где он делал большой развернутый материал снимал документальный фильм о ситуации в первую очередь в шиесе конечно же да вы знаете что там огромную свалку строят и параллельно конечно на историю взрыве вот это ядерные ракеты все это снял там в течение 10 дней человек там пробыл преодолел расстояние почти в три тысячи километров я не знаю большим по моему был первым российским журналистом таким журналистом представляющим серьезное большое издание единственным наверное кто туда поехал потому что ездили там еще пара тройка блогеров вот все больше туда не ездил никто значит снял этот документальный фильм вот сегодня вы знаете я с утра просто в то да и серии вчера как раз вышла в эфир мы ее опубликовали и сегодня вы знаете не просто вот настроение испортил где-то во время обеда когда я залез отредактировать что там люди пишут почитать и пишет человек видно что это не тролль да не так называемый ватник пишет такую вот вещь завод электроники в новодвинске не стали достраивать не из-за прихода путина к власти типа пришел развалил а из-за того что сами люди не стали строить завод этот завод должен был работать с ртутью с чем-то еще то есть о безопасности речи не шло поэтому его не стали строить так как город оказался бы в кольце с одной стороны цбк с другой стороны вот этого тортутные заводы дальше прекратите врать получается что вы привираете понимаете вот мне так обидно стал я сижу думаю блин ну вот что за сволочизм человеческий да вот к вам поехал просто журналист да мы собрали деньги там всем миром целую кучу денег который на свой страх и риск до туда поехал чтобы просто помочь этим людям да вот просто оказать какую-то помощь поддержать донести до каких-то людей что там ну до тех кто не знает до тех от кого это скрывают что там на самом деле происходит к вам чем много журналистов едут вам помогают что ли да нет вот он первый туда поехал потому что ваши местные журналисты сидят и врут что эта свалка очень всем нужна что этот взрыв да был который случился до с этой ракеты что-то не такой уж и страшный взрыв центральные когда журналисты центральных сми федеральных тоже врут с утра вот вам поехал человек помочь а ты сидишь и пытаешься вот даже здесь вообще не по теме ты нашел какую-то хрень да нашел пытаешься к чему-то прицепиться то есть что вообще не имеет никакого отношения к этой истории но мог этот журналист мой действительно ошибиться потому что он не живет там в этой архангельской области он не может знать там все за да всю историю этой архангельской области за все там сотни лет ее существования там почему не стали строить об этот завод это за вот повторюсь он поехал туда не за этим он поехал тебе помочь твоим друзьям твоим соседям а ты сидишь сейчас в эфире его обсираешь и вот вы знаете вот мне этот комментарий просто настолько испортило настроение и вот сижу и думал вот есть такой вот сволочизм вот козел он и есть козел взять и просто вот и изгадить сюда вот просто непонятно зачем это человек вот это сделал и в таких ситуациях но я не знаю у меня иногда просто руки опускаются этому данную в баню нафиг кому-то помогать я думаю вы с этим тоже постоянно и систематически сталкиваетесь то есть вот с этим что делать повторюсь это люди которые понимают что что-то надо менять но они вот настолько сидят вот им хочется еще и козлить кому-то до кучи то есть спасение утопающих недаром говорят дело рук самих утопающих ты ему руку протянул а он же тебя потом еще и засудит что пока ты вытаскивал из этой дыры ты там ему потянул сухожилие еще тут что-то сделал не очень аккуратно не очень нежно его тянул с этим что делать таких людей масса вы это знаете прекрасно я думаю нет но мы с вами вновь возвращаемся к вопросу что большинство населения и в россии в других странах она все равно все-таки пассивно но больше склонно решать свои личные вопросы там жертвовать что-то в общественных интересах не готовы люди оправдывают себя разнообразными то сказать отмазками отговорками что там работы много семью надо содержать там здоровье не позволяет да это это все старо как мир это было во все времена и часто такие люди до понимают что в общем то они не очень доступны мать жизненную позицию еще и чтобы себя как-то оправдать в своих глазах еще и начинает на и взять претензии стебать тех кто реально вот ну как то думает не только о себе об окружающих тоже вкладывает что-то в общие процессы там защищает чита права занимается политикой это все сторон как мир это чисто виде психологии но я повторю нас интересует все-таки активное меньшинство людей искренних которые готовы жертвовать чем-то ради общих интересов хотя бы временем своим интеллектом там энергии и прочее не заработать где-то лишние там тысячи рублей а потратить свое время на какие-то там общественные процессы вот таких людей я все равно не то что это мой оптимизм я смотрю реально на вещи таких людей становится побольше и тут задача одна с одной стороны для оппозиции все-таки консолидироваться и собрать в одну как говорится кучу всех таких вот неравнодушных людей потому что сегодня сегментация присутствует есть сторонники там левых сил есть либеральных есть патриотических все хорошие люди но немножко они ориентируются все равно на своих лидеров руководители это принципе понятно но вот лидерам и руководителям надо как раз договариваться с другой стороны почему я считаю что обострится ситуация для меня очевидно что транзит власти будет сопряжен с колоссальной битвой кремлевских кланов уже даже этим летом мы видели такие тренировочные процессы в ходе этих московских летних протестов там тоже схлестнулись определенные кремлевские кланы а чем дальше тем больше вы понимаете какие на кону ставки это колоссальные ресурсы те кто сегодня сидит на наших ресурсах природных на стратегических отраслях на всех этих финансовых потоках они панически боятся потерять что-то при смене власти да при смене путина на кого-то другого поэтому там такие вот сейчас интриги разворачиваться такая борьба за влияние что это при определенных обстоятельствах может вылиться действительно то что какие-то кланы будут делать ставку на раскачку ситуации на апеллирование к протестным настроениям и они сами этот пожар могут разжечь потому что для них власти это просто напросто способ выживания способ сохранения своих капиталов колоссальных способ ухода от уголовной ответственности но в такой ситуации реальная позиция и должна пользоваться шансом для этого сейчас вот все эти более менее еще спокойные месяцы надо тратить на тренировку на консолидацию на формирование команд лидеров как бы нас не шельмовали и не дискредитировали эти власть занимается постоянно поэтому при всех проблемах я считаю что вот этот цикл который тянется уже ну с конца 90-х после особенно прихода путина уже более 20 лет относительной политической стагнации он скоро закончится и вот эти бесконечные манипуляции до кремль в отличие от социальной политики экономики где никаких прорывов никаких кардинальных реформ так и не случилось просто пользуясь хорошей сырьевой конъюнктуры ну находили резервы подкидывать что-то людям это понятно если бы у путина нефть стоило 9 долларов или 8 как у ельцина или там позднего горбачева я думаю путина давно бы не было на его месте потому что просто-напросто все бы это было давно уже демонтировано разъяренным народом вот при ценах даже 60 долларов как сейчас ну гораздо больше возможностей так сказать что-то народу подкидывать это очевидно но в целом этот период заканчивается нас ждет время перемен и поэтому еще раз повторю для оппозиции главное сейчас готовится и нужный момент не сплоховать просто-напросто так мне интересно да я и хотел поднять этот вопрос да а где она наша оппозиция чего она делает вот вы про там да чуть выше там сказали что да все еще не можем мы договориться где-то там между собой это действительно такое происходит а я вам больше скажу что есть и да системная есть не системная оппозиция да и то что мы там журналисты мы там ваши сторонники чьи-то да призываем вас ребят объединять еще бог знает с какого года и вот это вот что-то на по отдаленно напоминающие объединение оно случилось во время всех вот этих вот болотных восстаний когда вы действительно я уж не знаю каким чудом но между собой как-то договорились как-то объединились но накро на короткое время потом это объединение тоже как-то вот рассыпалось как да там камень от времени превращается в пыль тоже очень быстро она сошло на нет вот и сейчас то уже еще дальше опять же мы же вам подсказываем ребята может настало время не то что не системникам мы системная оппозиция начала начать объединяться и тут вообще видим полный геморрой потому что если мы посмотрим там где-то например был такой свое время и до сих пор огромное количество людей его поддерживают да он им импонирует господин явлинский где господин явлинский вообще видел чем он занимается последний раз я его видел на восемнадцатом году на выборах президента российской федерации когда месяца за два до выборов он где-то там появился что-то там помяукал и после 18 марта я вообще понятия не имею чем он занимается да мы видим тоже сегодня потому дни не только в явлинском до дело в кпрф не пойми что происходит там у них кто за красных кто за белых там как лебедь рак и щука да если послушать какого-нибудь бондаренко он говорит и идет в одну сторону послушать какого-нибудь рашкина у него вектор движения несколько иной послушать зюгана у него там третий вектор движения лдпр та же история да вот вроде неплохой у них этот мужик фургал из хабаровского края да который ну я так понимаю варяг туда попал но опять же да фургал жириновский это два разных человека тоже непонятно как они будут между собой договориться не дай бог что жириновским завтра случится да вообще непонятно кто займет его место хотя лдпр лучшее решение для него чтобы сохранить партию это был бы фургал внесистемная позиция вообще не пойми что творится смотришь на навального это какой-то кружок по интересам они вот мне знаешь напоминают каких-то вот эту вот золотую молодежь да которые вот вот сбились в кучке очень хорошо это показано в фильме стиляги да вот если вот эти вот стиляги они там объединились и у них такой вот клуб по интересам вот этих вот стиляк они никого туда не пускают ни с кем не хотят общаться они никого к себе не зовут там свои ряды они всегда выходят сами по себе где-то еще есть ходарковский есть тут еще удальцов с левым фронтом сегодня вот в екатеринбурге проходил марш на по поводу вот этого строительства храма то там я не помню дословно как он они сегодня вчера проходил этот марш может екатеринбург город бесов ответ соловьеву был но и всем вот этим так называемым православным опять же там вышли ребята из левого фронта которые были основными организаторами и фикс 2 кто их еще поддержал я не видел там никого из представителей штаба навального я не увидел там ни яблочников никого там промелькнули ну какие-то вот такие прознашатающиеся отдельные кучки людей но я не увидел чтобы кто-то тоже примкнул блин так таким макаром мы слона не купим еще долгое время потому что это какая-то вечная история или я может быть все время куда-то не туда смотрю не то читаю не затем наблюдаю яну проблема колоссальная конечно разъединенности оппозиции естественно в нормальной политической обстановке до которой у нас и близко нет при нормальных выборах никаких таких бесконечно коалиции не должно образовываться есть определенные политические направления левые силы там разных оттенках до либеральные националистические например ну такие три основные направления еще какие-то там экологические движения и они работают на выборах там за своего избирателя набирать какие-то голоса формирует там коалиции в парламентах так далее какие-то там блоки вот так работает в общем тогда такая буржуазная демократия в классическом понимании но у нас то этого и нет и близко поэтому когда всем затыкают рты и отсекают неугодных там и на выборах и в других случаях кого сажает кого под надзор как вот меня помещают там никуда поехать нельзя ничего ни на один митинг сходить под угрозой уголовного преследования но в такой ситуации коалиции широкие конечно проще выстраиваются но опять же важна роль личности вот если в двенадцатом году сказали каким чудом удалось создать коалицию потому что были с разных сторон личности определенные которые были конструктивно настроены и были независимы от кремля понятно что для кремля любая коалиция широкая это страшное явление и всеми силами они этому противодействуют стараются не допустить это их страшный сон вот тогда с либеральной стороны мы уже не раз упоминали были более конструктивные модераторы тот же немцов покойный каспаров да и у их взгляды ты взгляды да но плане тактического взаимодействия они были конструктивны с нашей стороны там вот мы были например да и мы стоим на тех же позициях были лидеры националистов которые за последнее время зачистили основательно вообще там непонятно кто там сейчас может от лица националистов выступать тоже были люди определенные вот удалось договориться но на фоне естественно на тех скандалов которые были на выборах последующих протестов там это коалиции во многом по ходу событий развивалась да и образовывалась сейчас все сложнее не хватает вот этих конструктивных модераторов и правильно сказали там с либеральной стороны уже такая новая поросль появилась многие из них на мой взгляд просто с властью тесно сотрудничают с разными там кремлевскими кланами силовыми с либеральными ну и западом они конечно активно сотрудничают там идет почему так трудно объединяется тоже там идет борьба за финансирование понятно что там на одни пожертвования никто не живет даже те кто об этом громче всего кричат типа команды навального что они там десятки миллионов собирают пожертвований там чуть ли не сотни это конечно все сказки про белого бычка вот пожертвование составляет определенную часть но далеко далеко не самый большой дальше это потоки которые идут с запада ну либеральная позиция они идут на это очевидно да и ресурсы которые выделяются здесь не можно вас перебью скажу можно я пару слов защиту все-таки навального несмотря на то они небольшой его поклонник вот очень многие говорят и вот говорить вот идут пожертвования там да вот они идут запада вам ли как политику не знать что а любая политическая партия любая политическая структура и это нормально существует исключительно за счет пожертвований имеется ввиду не донаты где-то в ютюбе а то есть у партии есть избиратели вот эти вот избиратели ей жертвы какие-то деньги за счет этих денег партия как правило и живет да если мы зайдем сейчас на сайт там республиканской партии сша то у них на первой же странице там прям прежде чем написать какое-то сообщение а у них будет тебе предложено пожертвовать там бы я сейчас не хочу обмануть то ли 10 то ли 25 долларов прежде чем ты напишешь сообщение прямо объясняется что это деньги для того чтобы наша партия жила наша партия существовала в демократической партии та же история и в единой россии мы зайдем к ним да на официальный сайт час они это спрятали но она у них там есть где написано что ребята ваши пожертвования нам очень пригодятся потому что партия не может существовать есть сторонники сторонники всегда вносят какие-то взносы до плюс членские взносы членов партии это нормально это первый момент да только у нас из этого дела как говорят как что-то очень страшное второй момент вот еще отсказали о пожертвованиях из-за рубежа были на где их брать оппозиционным партиям если в нашей стране и вот я не не политик я всего лишь журналист но мне коммерсанты говорят с которыми я общаюсь и говорит саша мы боимся у тебя рекламу размещать мы просто боимся поменяй вектор поменяй направление о чем ты будешь говорить говори просто об экономике и мы начнем у тебя заказывать рекламу а золотишься пока у тебя вот такой вот тренд политический мы просто боимся а политик я думаю вы как политик как лидер на большой федеральной структуры оппозиционной вы прекрасно знаете что есть огромное количество людей которые берут серега мы тебя поддерживаем но денег блин ну мы просто боимся дать у меня завтра с бизнесом проблемы начнутся и это есть правда поэтому приходится финансировать какие-то зарубежные конторы не так разве нет но это факт и тут нет никакого противоречия я просто рассказываю почему так сложно сегодня идет процесс объединения потому что идет серьезнейшая конкуренция за спонсоров за финансирование пожертвования то пожертвования никто не отменял это нормально но него не живет только на пожертвования наши политические структуры не знаю как там в америке тоже я думаю там есть генеральные так сказать жертвователи которые по сути дела спонсора остальная мелочевка идет фоном уже также и здесь условно говоря из 100 процентов собираемых денег может быть там 10 15 20 процентов от силы у всех по-разному это пожертвование остальное это крупные вливания или запада или от российских каких-то структур тоже олигархических или полукриминальных разные там ситуации которые заинтересованы в усилении своего влияния вот и напрямую от власти многие берут деньги оппозиционеры ну это как бы можно осуждать или нет но они рассчитывают потом всех переиграть и оказаться все в белом вот но это как бы естественная практика которая всегда существует и сегодня в россии это есть и об этом по моему не надо умалчивать это все прекрасно понимает вот другое дело что это мешает объединению потому что все хотят быть главными все хотят быть выгодоприобретателями и грубо говоря перед своими заказчиками отчитываться что это мы собрали митинг это мы провели какую-то акцию то мы там победили на выборах в расчете просто на дальнейшее финансирование поэтому людей настроенных более альтруистически которые не только там хотят сесть на какие-то финансовые потоки на финансирование решать локальные задачи оставит гораздо более глобальные себе цели вот мы например да мы готовы со всеми взаимодействовать и объединяться ради общего результата но пока мы видим что дело идет со скрипом поэтому здесь сложно очень прогнозировать коалиции нужны сейчас мы работаем например над формированием широкого фронта левых и патриотов убеждаем кпрф которая все равно является крупнейшей левой организации надо наоборот бороться за ее модернизацию они просто и хай там полно достойных людей и есть много возможностей последний выбор в мозгу рдума опять же показали тут дрались все со всеми силовики с либералами западные оппозиционеры так сказать с другими а главными победителями оказались кандидаты от команды кпрф и левых сил заняв 13 мест в городском парламенте вот и отличное тоже политическое искусство поэтому этого не надо стесняться но я не думаю что это ваша большая заслуга сергей давайте будем честными в мозгу рдуме взяли взяли вот эти вот места люди а не потому что вы вы такие большие молодцы просто люди шли и голосовали против единой россии да оппозиционеры наши продолжали куба кусаться между собой продолжали продолжалась вот это вот грызня я не могу по-другому это назвать даже вот вы сейчас у меня в эфире вы несколько лет несколько раз вы это слово произносите либерал так принабережительно да может быть стоит откинуть вообще забыть обо всех вот этих да вот нынешних политических взглядах и просто сказать говорить мы протестники пусть будет вот так вот вот сегодня на данном этапе нам просто всем друг другом по пути вот если вы зайдете ко мне в любую соцсеть вы увидите что я состою и в левых групп когда в левых сообществах вашем том числе и в каких-то националистических не потому что я там националист или не потому что я там обожаю красный флаг нет я просто для себя решил что вот сейчас на данном этапе мы не по пути с этими людьми мы делаем одно дело все именно поэтому я готов поддерживать удальцова неуда не важно кого да а в то же время либералы точно так же поступают проходили выборы в мозгу рдума навальный агитировал за кого угодно у вас насколько я помню супруга выдвигалась по одному из округов я ни разу не слышал чтобы навальный в эфире искал там кстати у сереги удальцова жена идет вот по такому-то округу ребят поддержите ее потому что по сути вы поддержите оппозиционера сергея которого все хорошо знаете не было такого нет но это же мы и констатируем этот факт что пока единства катастрофически не хватает но еще раз повторю какие шаги сейчас в этом направлении предпринимать почему нет единства я уже объяснил не хватает модераторов с разных сторон конструктивно настроены среди ведущих игроков потому что есть маргинальная сила они может готовы со всеми объединяться но за ними стоит там 10 человек по всей россии это может до бесконечности объединяться до полного растворения мы говорим про крупных игроков вот с либеральной стороны я не говорю про либералов пренебрежительно да это мои политические оппоненты как во власти либералы так и оппозиционные но тактически можно взаимодействовать я с уважением отношусь к людям разных взглядов даже если политические оппоненты с их стороны сегодня модераторов не хватает игру 7 лет назад был немцов каспаров еще ряд людей сегодня сторонники навального хотят быть монополистами яблоко при всем уважении слишком тоже как бы замкнута в себе явлинские прочие много претензий предъявляют потенциальным союзникам что мы должны отречься там от сталина от советского прошлого покаяться ну при таком подходе никогда никакая коалиция не будет создана тогда мы будем им им предлагать покаяться в ельцинском периоде там за все преступления мирового империализма за тысячелетнюю историю то сказать да и никогда ни к чему не придем вот поэтому у меня больше вопросов к либеральному вот этому оппозиционному лагерю ищите таких модераторов если потенциально эти модераторы есть давайте себя проявляйте активнее мы готовы на переговоры мы готовы на взаимодействие вот с левой стороны с левого фланга еще раз говорю нам самим надо более широкую коалицию создать на чем мы сейчас с кпрф и работаем кпрф как системная партия конечно на широкие коалиции пока побоится идти это понятно поэтому мы например могли бы здесь быть тоже такими модераторами своего рода как это было и в двенадцатом году мы готовы поэтому в общем вот этот наш эфир в том числе это еще раз обращение к потенциальным союзникам широкая коалиция сегодня гораздо ускорила бы все политические процессы в стране потому что разрозненные действия конечно нас ослабляет правильно было подмечено вами там и по выборам и всякая ревность присутствует друг другу перетягивание одеяла надо просто четко сказать мы в двенадцатом году так и говорили этот политический режим реформировать себя сам не в силах значит его нужно демонтировать максимально мирно бескровно для этого должна быть большая масса людей на улицах которые потребуют досрочных выборов поменять законодательства выборах поменять нашу судебную систему это может сделать только коалиция потому что показала практика вот восемнадцатый год вы сами видели пенсионная тема это больше тема левых сил были хорошие митинги на сахаров в москве в других городах но критической массы они не достигли 20 30 40 до 50 тысяч скажем так были акции это власть напрягает но не сильно пугает в этом году протесты летние в москве больше были с повесткой либерально их кандидатов не зарегистрировали они собирали митинги да тоже стараясь как бы других не подпускать там не к трибуне никуда тоже те же 50 тысяч условного там на сахарова собралось на в августе но это мало это мало вот четко арифметически даже видно этого мало консолидация разных политических направлений дала бы сразу эффект роста может быть и те же бы 100 тысяч собралось и 150 и 200 а для власти это уже такие цифры когда надо как-то реагировать а всех разогнать там посадить расстрелять извините у них кишка тонка это коммерсанты во власти поэтому концепция широкой коалиции она актуальна и сегодня то есть мы говорим что мы разные у нас разные взгляды но действующий политический режим душит всех нас вместе и душит россии не дает перспектив давайте объединимся через массовые протесты через информационную кампанию совместную добьемся от власти или реформы избирательной системы или досрочных выборов отстранения действующих руководителей и эти выборы под общим контролем создав какое-то переходное правительство или переходный какой-то комитет на короткий срок проведем досрочные выборы там президента и парламента ну как это было например на украине другое дело что содержание нужно другое не поверхностные верхушечные перемены она путина сменит такой же там ставленник олигархических структур а когда действительно смогут поучаствовать самые разные силы на равных основаниях и левые там и социалисты и коммунисты и националисты и кто угодно и народ россии выберет вот это хорошая концепция красивая и в ней в принципе очень много здравого но для этого должна быть коалиция равноправная где люди сидят договариваются о совместных действиях вот мы готовы еще раз повторю поэтому сегодня вопрос насколько быстро в россии пройдут перемены или это все будет тянуться еще долгие годы вот вся эта вакханалия беспонтовая которую мы сегодня наблюдаем это зависит от политической воли основных лидеров оппозиции с разных сторон вот левый фронт готов в этом участвовать мы это заявляли и заявляем публично вот поэтому за других к сожалению но мы не можем дать гарантии поэтому я же не могу сейчас там насильно схватить кого-то за руку там условного навального болевым приемом его таскать до принудить к диалогу до притащить на какие-то переговоры мы с ним виделись на эхо москвы там перед выбором мосгордума ну поздоровались там перекинулись пары фраз но я не услышал пока какого-то и не увидел стремление к серьезному диалогу о какой-то консолидации дело даже не в том что там супругу мою поддержали ли не поддержали ну сильно не вредили и на том спасибо как говорится в данной ситуации против не агитировали и уже хорошо но пока вот этого нет как значит вот такие средства массовой информации как ваш канал например больше об этом должны говорить капать на мозги чтобы сторонники того же и навального и других либералов и других вообще организаций на своих лидеров воздействовали потому что промедление это означает продолжение вот этой деградации ползучий так сказать смерти россии ведь эти ребята могут реально довести россию до распада вот что самое страшное самое страшное другое наверно под занавеск не могу не задать этот вопрос до начала октября остались вот считанные дни уже все уже через там несколько дней наступала октября говорю ноября а в ноябре как известно вступает в силу от этот самый идиотский закон но об автономном рунете и мы уже сегодня на себе это ощутили вот прямо в этом эфире те кто включились только что ребят мы не могли так и не смогли выйти в эфир на ютюбе причем на два канала я не смог выйти в эфире до сих пор вот я сейчас смотрю параллельно да вот идет он мне пишет что пытаюсь соединиться пытаюсь пытает соединиться мы сегодня сейчас данный момент находимся в эфире только в контакте та же самая история с одноклассниками соц сетью одноклассники тоже пытаются соединиться никак не может сконнектиться чего делать будем как будем доносить ту или иную позицию потому что нас пытаются заткнуть и это уже очевидно если нас пытались заткнуть на раньше посредством да там не пускали там вас в телевизор там или не писали о вас газеты или если писали то писали какие-то гадости такие как я выгоняли с работы да там или блокировали их материалы чтобы нельзя было опубликовать их в официальных сми мы нашли по крайней мере для себя какую-то точку где мы можем доносить свою точку зрения я вы да там по крайней мере могли это делать через интернет через соцсети через тот же там не будем соцсети перечислять их немного осталось да все всего сейчас нас уже и в соцсетях затыкает чего мы со всем этим делать будем как думаете это же все это полный период что произойдет если действительно произойдет вот так прошу прощения за тавтологию что случится если изоляция рунета все-таки произойдет как думаете вот ну во первых во первых я думаю что полная изоляция рунета не произойдет понятно всякие страшилки сегодня модно транслировать дамы порой тоже так сказать пропагандистских целях немножко краски сгущаем но давайте задумаемся ведь представители действующей власти они также точно коммерсанты разные бизнес структуры также точно пользуются всем этим для просто решения своих деловых каких-то задач там политических они также от этого пострадают и пойти на это извините это просто под собой сук огромный спилить и можно вообще провалиться так раздражать общество вот даже когда были попытки блокировки телеграма вы помните да и но это такая была пиар-компания на мой взгляд но не суть крупные акции проходили много молодежи той же которая сидит в этом телеграме там тысяч 20 москве собиралась да ну а представьте если это будет более глобальный процесс да это извините может быть и к лучшему даже было я конечно не не призываю власти до поскорее запретить вообще закрыть интернет в россии но с другой стороны это могло бы стать мощнейшим катализатором поэтому кстати власти это тоже понимать катализатором протеста поэтому я думаю что до таких крайностей пока не дойдет определенные попытки фильтрации контента они раньше были сейчас происходит но я думаю это все-таки будет пока носить точечный характер другой стороны это то и страшно что точечный характер понимаете опять же начнется как все время началось на телевидении точечный характер он чем плохо что действительно затыкать будут те а те рупоры которые могут что-то действительно донести что-то реальное а вот этих вот псевдо оппозиционеров их и сейчас то никто не затыкает меня умиляет господин платошкин например очень сильно я тут недавно ржал какое-то видео с ним посмотрел который себя строит мега оппозиционер он там такую пургу погнал что оказывается где-то там ему песков позвонил передал трубку путину попросил больше не критиковать этого путина вообще то что они делают иначе ай-яй-яй тебе будет вот я сидел я ржал и сделал двух платошкин ты кто такой что тебе позвонил песков и передал трубку путин что за пургу несешь а люди ведутся на это и вот таких платошкиных будет огромное количество и такие платошки на буду рассказать не верьте удальцов они рассказывают кстати об этом но я сейчас не не конкретно про платошкин они рассказывают об этом лет пока удальцов до находился в местах не столь отдаленных вот там запугали он там подписал договоренности какие-то с конторы из трех буквы сейчас он работает в их интересах и они распространяют то есть пока одних был блокировать другие будут дурачить людям мыть людям мозги вот и все вот это страшно нет это страшно и это уже происходит но это не полная блокировка рунета который мы вначале говорили вот это точечная манипуляция да это процесс бурным цветом но для этого не надо блокировать рунет для этого надо просто вливать щедро деньги вот в этих псевдо оппозиционеров спойлерские различные youtube каналы которые под видом оппозиции будут действительно людей окончательно сбивать с толку и сеять разброд вот почему кстати тоже объединение происходит медленно потому что эти силы работают понимаете друг на друга льют грязь нашептывают у людей создают ощущение что вот этот там с кем-то сотрудничает этот плохой да это конечно клевета в основном чаще всего но ведь у нас много доверчивых людей поэтому целый мозговый центр работает но в целом если был вопрос я думаю что полной блокировки рунеты конечно не будет ближайшее время точечные манипуляции они будут только усиливаться до что прийти в идеале ситуации с телевидением что неугодные просто свои каналы не смогут вести или будут глушить или там будет там мизерное количество подписчиков остальное будет там скручиваться как-то глушиться я не знаю разные могут быть технология нужные власти люди будут всячески раскручиваться там делать будут миллионы аудитории подписчиков миллионы просмотров там накручивать и распространять не только можно это да это обязательно будет ну и с другой стороны я начал говорить в конце концов извините и события семнадцатого года и события девяносто первого года в нашей вот истории недавние да такие революционные процессы там со знаком плюс со знаком минус каждый уже самооценивать для меня понятно какая революция была со знаком плюс какая со знаком минус вот не было тогда ни интернета не рунета не соцсетей как-то люди коммуницировали поэтому в любой ситуации недовольная часть общества и активная часть общества найдет возможность пойдем газеты опять издавать листовки там на столбах клеить если надо телефон по телефону будем созваниваться больше встречаться то есть любой ситуации есть как плюсы и минусы в целом я считаю еще раз повторю что критическая масса недовольных она приближается к тому объему который власти уже сложно будет контролировать первую очередь крупных городах и если еще оппозиционеры проявят мудрость и смогут все-таки создать временные какие-то коалиции мы на левом фланге над этим работаем вот уже в начале года двадцатого планируем общероссийский форум левых патриотов гкпр будет участвовать все левые организации патриотические блоггеры всякие левые крутые которые сегодня неплохие аудитории собирают если такой форум пройдет и будет создан координационный совет ли левого движения это уже шаг к тому чтобы этот координационный совет дальше выстраивал отношения с либералами с какими-то еще сегментами оппозиции поэтому я в этом плане оптимист потому что всем еще раз скажу вот двенадцатом году когда протесты позволили мы задавить власти развалился наш координационный совет переругались потом все там предали друг друга некоторые слились до убежали мы тем самым на 7 лет вот по нынешний день 12 по 19 год продлили вот это значит доминирование путинизма и постепенную деградацию страны и низкий социальный уровень жизни всех россиян вот чем ответственность понимаете на 7 лет дали им еще возможность куражиться над страной чем дольше мы не объединяемся в делах тем больше шансов у этой всей кодлы и дальше глумится над россией и просто зарабатывать колоссальные бабки на том что принадлежит всему народу вот это сказано и пафосно но это так вот это надо понять каждому лидеру и понять с каким знаком вы в историю войдете если до вас важен сиюминутный пиар то извините вы никчемный политик вы просто временщик такой который пробежал засветиться где-то или если вы только бабки хотите зарабатывать давайте мыслить глобально о стране нужна широкая коалиция давайте ее создавать как можно быстрее потому что впереди 21 год не за горами 24 в эти в этот период колоссальные события могут в россии начаться вот ну и всех граждан я призываю опять же пользуясь случаем идите в активную политику в любую партию в движение которое вам нравится не только в левом фронте а заву естественно главное не сидите дома потому что власть это больше всего боится последние выборы посмотрите уже даже низкая явка в ряде регионов их не спасает как это было в москве а если мы поработаем над высокой явкой для них это все это просто катастрофа никакая единая россия не сможет уже доминировать никакие ухищрения не им не помогут поэтому даже при нынешней системе выборов многое можно поменять многое поэтому тут надо только смотреть уже на самого себя что ты сделал куда ты пошел в какой акции принял участие за кого проголосовал какой пост разместил соцсети и так далее вот надо себя начинать это простая мысль как и в любом деле должна нами в общем-то владеть нашими умами и тогда мы не будем инфантильно там что-то комментировать в интернете и лежать на диване будем делать дела вот поэтому я именно к этому всех и призывая а события грядут колоссальные все-таки система входит в период турбулентности ну давайте посмотрим даже сейчас прошли выборы обычно полная затишье начинается тут бурятия какие-то там стычки идут в калмыкии вроде в регионах где до этого была тишь гладь и божья благодать там шаманы идут на на москву да это все пока вроде локальные какие-то вещи но мы должны понимать что зреет зреет вот это боря и надо готовиться спасибо вам огромное сергей это был сергей удальцов у меня в гостях вышли сегодня с некоторым опозданием для тех зрителей которые не видели нас на ютюбе да и подключились может быть только что я написал что мы выходили вконтакте вот буквально через несколько минут я выложу это на оба своих канала в ютюбе вообще во всех соцсетях не моя вина сергей 30 секунд еще есть что сказать ну сказать могу только одно не теряйте веру в успех не предавайтесь греху уныния как говорится да потому что сегодня от каждого из нас зависит действительно и будущее района нашего города там где вы живете региона и всей страны вот это это объективная вещь власть этого всего больше всего боится нашей активности нашей консолидации поэтому главное перестала перестаем ковыряться в носу и значит сидение в интернете надо превращать практическую работу вот если мы это сможем сделать активное меньшинство достигнет такой пропорции что мы действительно сможем перевернуть все перевернуть в позитивном плане перевернуть вот эту крапленую колоду перевернуть этот стол на котором эта игра шулеров идет сегодня до который называется большой политикой и вывести россии действительно на новый уровень развития на реальное какое-то развитие в интересах большинства спасибо большое был сергей удальцов то было реальная журналистика увидимся услышимся очень скоро все пока пока